Мы ждем, а уехали, что у нас одинаковая точка зрения. Вы знаете, что не понимается многими, что мы русские, россияне, те, у кого русский паспорт, давайте так скажем, мы потеряли право не только в своей стране, но и в других странах на справедливость, индивидуальную справедливость. Давайте я вам приведу такой пример, чтобы было понятнее. Я благодарен Республике Эстонии, которая приютила на настоящий момент меня и мою семью. Но по моему статусу нам приходится достаточно много общаться с чиновниками, с бюрократией. Нормальный процесс нигде. Мы не встретили какого-то недоброжелательного отношения с точностью до наоборот. Кроме одного случая, когда мы разговаривали с одной чиновницей в Таллине, она нам говорит, мне говорит, что вы незаконно находитесь в моей стране. Я ей говорю, ну как же незаконно, вот бумага из департамента полиции, вот моя пластиковая карта. Она говорит, а я считаю, что незаконно. Вас сюда никто не приглашал. Вас сюда никто не звал. И я понимаю, что в этом случае она не обязана знать, что я вот такой Андрей Волна. Он против войны. Он много выступал в своей стране. Он вынужден уехать. И я представитель страны, агрессора для нее. И это ее право не разбираться в деталях. Насколько я и что я там думаю. И вот это вот до сих пор, мне кажется, не у всех есть понимание из тех, кто уехал. Вот, допустим, та же ситуация с дождем, да, токсичная тема, но я все-таки как бы на ней... Я ей говорю, ну как же незаконно, вот бумага из департамента полиции, вот моя пластиковая карта. Она говорит, а я считаю, что незаконно. Вас сюда никто не приглашал. Вас сюда никто не звал. И я понимаю, что в этом случае она не обязана знать, что я вот такой Андрей Волна. Он против войны. Он много выступал в своей стране. Он вынужден уехать. Я представитель страны, агрессора для нее. И это ее право не разбираться в деталях. Насколько я и что я там думаю. И вот это вот до сих пор, мне кажется, не у всех есть понимание из тех, кто уехал. Вот, допустим, та же ситуация с дождем, да, токсичная тема, но я все-таки как бы на ней остановлюсь. Вот это именно то же самое право на справедливость, индивидуальную по отношению к дождю. Является ли дождь антивоенным каналом в целом, да, антипутинским каналом в целом, да. Вынуждены они были уехать из России, вынуждены были уехать. И как организация, и в частном порядке, там, ну, вы знаете, половина, наверное, уже.